Всем привет! Меня зовут Лёша Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Что? Да, подписывайтесь. Ну, у меня, как всегда, в начале видео есть несколько к вам обращений, поэтому если вы хотите пропустить всю мою болтовню, не относящуюся к делу, то нажимайте вот на ссылку, которая вот сейчас должна в видео появиться, и сразу перейдёте к теме этого видео. Оставшихся хочу поблагодарить за тёплые отзывы в комментариях к предыдущему видео про стратегию игры в цивилизацию. Ну, я, наверное, погорячился что-то, слишком рано стал паниковать, что у меня мало просмотров. Вот как раз предыдущее видео уже больше двух тысяч набрало. По-моему, это показатель, что людям это всё-таки интересно. Естественно, канал просто ещё мало популярный, и пока, когда наберутся подписчики, больше людей будет о нём знать, да и просмотров станет больше. Так что спасибо, что успокоили, в принципе. Чё-то я, чё-то на меня накатило, уж извините. Это во-первых. А во-вторых, я вам хочу сообщить, рассказать, хотя, может, кто-то уже знает, если ходил по ссылкам. У меня есть ещё один канал на YouTube, который так называется «Алексей Халецкий». Это, собственно, мой самый первый канал, я его завёл лет шесть или семь назад. И там выкладываю свои видео из жизни. Я вообще люблю делать, снимать видео, монтировать. Да, в принципе, я профессионально этим и занимаюсь. И вот там из жизни я как бы из своих путешествий, из своих каких-то задумок монтирую всякие прикольные видео. И если вам интересно, то рекомендую глянуть. Подписываться на канал, может, и не надо, потому что видео там появляются очень нерегулярно, довольно редко на самом деле. Ну, а для затравочки, вот сейчас появилась видюшка, такая небольшая, в окне видео. И если вы на неё нажмёте, то сразу на неё перейдёте. Так вот это видео называется «Фильм обо мне» или «Бешеный хомячок». Я его когда-то, боже, лет пять, наверное, или шесть назад снял. Оно мне, на самом деле, принесло много всяких ништяков. Я на Рамблере выиграл Rambler Vision 2007, типа, за лучший видеоблог с этим видео. В каком-то чешском фестивале там тоже победил с этим видео. Так что, я думаю, вам будет интересно. Девять минут весёлого рассказа о моей жизни. Правда, о моей жизни пятилетней давности. Теперь возвращение назад к моему последнему видео про цивилизацию стратегии «Ползучие майя». Я победил вот на конце той игре. Почему я там не оставил, не встал это видео? Потому что очень долгая партия на большой карте. Здесь я вам хочу просто показать, что значит бесконечное расползание городов. Вот вы видите в правой части карты такого бледно-розового цвета. Это майя. И вот как бесконечно расползаются города. Почему, собственно, стратегия так и называется. И в одной и другой нации нету так много городов на карте. Вот я завоёвываю Испанию, уничтожаю её города, на её месте ставлю свои города. Постепенно карта поглощается цветами майя. Вот Испании практически уже нет. Осталось два города, и они опять исчезли. Теперь очередь Карфагена. В данном случае я уже города их не уничтожал, потому что у меня было столько счастья, что города можно было не уничтожать, а лучше захватывать и брать все бонусы от них. Всё, Карфаген уничтожен. Я ещё принялся за Швецию и Византию. Но к этому моменту я уже построил космический корабль, и игра закончилась. Вот финальная картинка. Как видите, я расползся на пол карты. Вот счёт везде уходит вверх. Это на седьмом уровне сложности, напомню. По всем параметрам я был на первом месте, ну, может, кроме населения и иногда солдат. Я вам рекомендую на всякий случай, вот, когда вы к концу игры подходите, следить за тем, как играют ваши соперники, потому что вы можете проиграть, даже не ожидая этого. Например, в моей игре Александр, Греция, стал очень сильно дружить с городами. И была очень большая вероятность, что он победит дипломатически. Поэтому по нему был нанесён превентивный удар тремя ядерными бомбами. Тем более, что я по науке первый к ним пришёл. То же самое касалось ацтеков, которые со мной боролись в постройке космического корабля. То же, чтобы они проиграли, был по ним нанесён превентивный удар. Так что вы внимательно следите за развитием соперников. Не думайте, что вы побеждаете, тут всех выигрываете. Они могут вас опередить. Кстати, вот ещё и ракезы шли к культурной победе. Но они никак не успевали. В любом случае, так бы ещё и к ним атомная бомба прилетела. А вернулся я к этой стратегии не просто так. Дело в том, что у меня в комментариях многие люди спрашивали про микроменеджмент городов. Оказывается, многие игроки в цивилизацию не уделяют должного внимания городам. Ставят всё на автомат, рабочих на автомат и так далее. И вот их удивляло, что оказывается в городах можно ограничивать рост. Там фокус на что-то определённое ставить. Что можно на экране города какие-то манипуляции вообще производить. Кроме того, что просто выбирать строение. Так что я предупреждаю, что это видео, наверное, вряд ли будет интересно опытным игрокам. Хотя их комментарии и дополнения всегда приветствуются. Потому что никто не может знать вообще всё, естественно. И всё-таки, всё-таки это моё видео в первую очередь идёт скорее начинающим или тем, кто ещё не совсем разобрался в этой игре. Я вполне понимаю вас, почему вы ставите рабочих на автомат, почему не уделяете внимания городам. Потому что вы просто в этом не разбираетесь. А когда человек в чём-то не разбирается, ему это становится малоинтересно. И он как бы пытается себя оградить от этих сложностей. На самом деле здесь никаких сложностей нет. И вообще кайф вот от игры в цивилизацию пятую, её прелесть как компьютерной игры в том, что здесь как бы много всяких мини-игр в одной игре. То есть вы можете воевать, ваши войска идут в атаку, это как бы воргейм. Потом вы переключаетесь на управление городом. Это такая уже экономическая стратегия внезапно. Вы решаете, что изучать, это глобальная стратегия. И так далее. И поэтому так интересно проводить партию в цивилизацию, что вы как бы не в одну игру играете, а во много разных маленьких. А раз вы ставите развитие вашего города на автомат, то вы получаете себя, лишаете одной из граней этой игры. И в этом видео я постараюсь как можно более кратко и просто объяснить, чего вы себя лишаете. Я сейчас быстро начну новую игру. То есть я не буду вам никакую стратегию показывать. Просто для того, чтобы была карта, я мог на ней объяснять микроменеджмент. Собственно, о чём видео. Я всё ставлю случайным. Быстренько поставлю стандартную игру. Так, поехали. Ну вот, как вы видите, перед нами карта. Я сейчас немножко побольше её открыл своим дуболомом. Собственно, все подсказки есть на ней. О всех вот ресурсах. Кстати, меня в комментариях спрашивали, как включается вот это. Вот видите, тут две кнопочки. Одна переключает на стратегический вид, который тоже довольно хорошо показывает схематично, что где находится. А вот эта кнопка включает значки ресурсов, значки продукции и сетку карты. У меня всегда всё включено, просто потому что мне так удобнее играть, и я визуал, поэтому визуально вижу всё, что происходит на карте. Так вот, есть разные типы местности, которые дают разные типы ресурсов. Всего местность даёт... Вообще местность даёт три главных ресурса. Еду, золото и продукцию. Все остальные ресурсы вы получаете в городах. Ну, правда, наука тоже может добавиться при принятии определённых институтов. Но вообще изначально вот еда, золото и продукция. Все территории дают по одному яблочку продукции, кроме пустыни и гор, которые не дают вообще никакой еды. И кроме... Граслэнд... Как это будет по-русски-то? Долины, равнины. У меня, к сожалению, здесь нету Граслэнд, поэтому никак... Луга. Луга, которая даёт два-две еды сразу. Я не знаю, стоит ли это запоминать. Это вам карта всё сама показывает. Это зависит от типа местности. Вот видите, вы наводите мышку, и вам сразу игра подсказывает, что это равнина. Наводите на лес, оно подсказывает, что лес, а если лес вырубить, то под ним будет равнина опять же. Что здесь холм с овцами и так далее. Всё... В цивилизации очень удобный интерфейс, как мне кажется. И всё очень подробно рассказывается. Я сейчас основываю город, чтобы показать вам действия в нём. Так вот, эти три главные ресурса, как бы в цивилизации, еда, золото и производство, между собой постоянно взаимосвязаны. Если в других играх, там в обычных реал-тайм-стратегиях, вам надо добыть камень, дерево, чтобы из них там сделать юнитов и так далее, то здесь всё взаимосвязано. Еда повышает численность населения в городе, благодаря чему вы можете больше делать производство, больше получать золото и так далее. Как видите, игра услужливо предоставляет вам возможность ставить приоритеты на развитие вашего города. И видите, идёт переключение человечка. То есть, у вас в городе сейчас, как мы его основали, один житель. И вот он, этот житель есть. Чем больше жителей, тем больше клеток они могут обрабатывать. То есть, сейчас у меня один житель, и он обрабатывает одну клетку. Я могу его назначить на любую клетку. А могу автоматически сделать, чтобы это назначал город, переключая приоритет. Когда у вас будет два жителя, у вас будет два этих зелёненьких человечка и так далее. Вот это и есть производство от города. Это и есть те жители, которые обрабатывают клетки. Когда я говорил, что в той предыдущей стратегии, что сделать города, чтобы они дорастали до трёх и дальше не росли, то я имел в виду, что вы выбираете вот эту нулевую рождаемость. То есть, компьютер будет сам делать так, что ваш город не будет расти выше того населения, которое есть на данный момент. По поводу приоритетов. В начале игры, естественно, надо, чтобы город как можно быстрее рос. Но дальше у вас меняются приоритеты. Например, вам надо будет срочно построить какие-то войска. Тогда мы переставляем приоритет на производство и быстро строим войска. Или нам нужно много золота. Тем более, что при той стратегии расползающихся городов, те маленькие города как раз должны приносить нам золото. Мы в них просто переставляем приоритет на золото, и они такой у нас становятся генератором звонких монет. Я вот, кстати, когда заканчивал ту игру, ядерные ракеты не строил, а покупал. Каждый ход я мог купить ядерную ракету и фигачить всех вокруг. Это, напомню, на предпоследнем уровне сложности. А компьютеры это не могли. Дальше. У вас когда-нибудь появляется рабочий. Здесь еще проще. Вот многие, появился рабочий, они его поставили на автомат, и он пошел строить что угодно. Понимаете, компьютер автоматом будет вам строить фермы, скорее всего, для того, чтобы ваш город рос. Но это не значит, что в вашей стратегии, когда вы играете, что вам нужно, чтобы ваши города росли. И такое очень часто бывает. Тем более, что, например, когда вы играете через марионетки, то есть, когда вы захватываете города и делаете их марионетками, то смысл игры, чтобы вы всегда были в несчастье. Это сделано для того, чтобы марионетки не начинали строить всякую фигню, а строили только здания для счастья. И от марионеток вы получаете счастье, а выращиваете ваши основные города. Но если вы поставите рабочих на автомат, то они начнут рядом с марионетками строить фермы. А зачем вам фермы, если те города у вас не растут? То есть, вы зря тратите рабочих, зря тратите их время. Ну, точнее, не вы, а компьютер, которому вы доверились. Он же не знает о вашей стратегии, он не может догадаться, о чем вы думаете. Поэтому рабочими стоит управлять. А многие забивают на управление рабочими именно потому, что не знают, что с ними делать, что с ними строить. Вот, например, у меня сейчас тут Каракорум, моя столица. Вот если бы у меня сейчас появился рабочий, естественно, в первую очередь надо присоединять ресурсы роскоши, которые у вас рядом. Вот в данном случае это вино и медь. То есть, когда мы идем по древу технологий, ну, я вне относительности всяких стратегий, неважно, какой вы стратегии, вот просто в данный момент. Значит, нам для вина нужна плантация и для меди – руда. Значит, мы идем по какой-то из этих технологий. Вот так как мы еще заодно откроем гончарное дело здесь, то я вот пойду к календарю. Значит, у вас появился рабочий, вы присоединяете ресурсы роскоши. Потом присоединяете другие ресурсы. В данном случае у нас есть овца и пшеница. Овца лучше, потому что присоединив ее через, извините, я постоянно забываю, как на русском языке называется это, выгон. Через выгон мы получим и прирост еды, и прирост производства от холмов. Поэтому я бы сначала присоединил овцу, а потом уже пшеницу, если на то пошло. И здесь тоже все очень просто. То есть, стоит один раз, в принципе, запомнить. Или, опять же, вы когда будете рабочим что-либо строить, вам игра будет подсказывать, что вы будете делать при строительстве. Что любое усовершенствование дает. Так вот, любая ферма дает плюс одну еду. Потом при открытии госслужбы, видите, еще плюс одну еду на ферме. То есть, после госслужбы каждая ферма будет давать вам две еды. И, наконец, после открытия удобрений еще плюс один. Итого ферма будет давать три еды. То есть, постепенно ваша ферма в начале ферма дает... Когда вы строите усовершенствование ферма, она дает к клетке, которого, естественно, изначально, плюс одну еду. То есть, вот видите, сейчас у нас на клетке на равнине одно яблочко и один молоток. Построив здесь ферму, вы получите с этой клетки два яблока и один молоток. После открытия Civil Services вы будете получать отсюда три яблока и один молоток. И после открытия удобрений четыре яблока и один молоток. Понимаете, да? И вот тогда вы переключаете сюда рабочего, он начинает производить четыре еды, которая добавляется в пищу, и один молоток. Вот видите, нам для того, чтобы вырастить город на одного жителя, надо набрать 15 пищи. Значит, если здесь было бы четыре пищи, то через четыре хода город вырос бы на одного жителя. И вот так вы постоянно в течение игры балансируете между наличием пищи, наличием производства и так далее. Это тоже своего... Я не знаю, наверное, вот я вам сейчас рассказываю, это всё звучит как-то муторно. Я приблизительно себе представляю. Боже, какие-то четыре яблока, что он вообще несёт, вот эти молоточки. Но на самом деле, когда в это въезжаешь, это тоже становится интересно. То есть, это игра в игре. Как бы так придумать прикольнее компьютера, чтобы мой город развивался круче, чем он мне предлагает. Сейчас я загружу вот сейф из игры, где я уже далеко продвинулся. Ну, вот из хотя бы последней, про Майя. Там просто уже развитые города, и более конкретно можно показать. Ну, вот загрузилась игра. Я открываю свою столицу, поленки, вот тут я достраиваю космический корабль. Вот видите, уже развитый город, 24 населения, и расставлены по клеточкам мои жители этого города. Вот как видите, здесь житель берёт одно яблочко и три молотка. Здесь житель берёт три яблока, одно молотко. Один молотко. Один молоток. То есть, вы распределяете жителей по клеткам, так как вам удобнее будет для вашей стратегии развивать город. Вот я в данном случае строю космический корабль. Значит, мне нужно его как можно быстрее построить. Поэтому у меня фокус на производстве. Обратите внимание, что кроме клеточек вы получаете ресурсы от строений. И я имею в виду не вот только что, вот рынок, например, вы построили рынок, у него плюс два золота, плюс 25% от золота от всего города, и плюс одна наука. И не только это имею в виду, но и специалиста. Видите, рядом с каждым строением есть ячейка для специалиста. То есть, вы можете убрать жителя вот с этой клетки. Значит, вы его убираете, и видите, у вас появляется безработный горожанин. И вы его можете добавить в клетку к какому-нибудь строению. Например, я хочу к рынку добавить. И мы получим плюс два к золоту, плюс два к науке и плюс три к великим людям. Причем в данном случае от рынка мы будем получать, ну, будем получать бонус к торговцу. Вот видите, тут переключилось на ручной контроль. Если вы не хотите ручного контроля, то его отключаете, и компьютер сам будет распределять. Значит, так как у меня фокус на производстве, то компьютер, естественно, специалистов определил в те строения, которые дают производство. Вот видите, мельница, здесь инженера, плюс два молоточка, плюс два науки и плюс три великого человека. В мастерской и фабрике все то же самое. Вот поэтому здесь еще есть приоритет на великих людей, переключение. Тогда, видите, будет все специалистами заполнено. Здесь есть приоритет на науку, тогда тоже специалисты в научных зданиях появятся. Все не просто так. И, например, если у вас есть такое чудо света, как статуя свободы, то вам надо играть через специалистов. Потому что каждый специалист, если не изменяет память, будет добавлять еще один молоток к производству. Или во многих общественных институтах есть бонусы для специалистов. Вот, например, я рационализм заканчиваю, и видите, у меня секуляризм увеличивает плюс две науки от каждого специалиста. Вот поэтому, когда я открываю свой город Поленко и вижу любого специалиста, даже в банке, он дает плюс две науки. То есть, если я хочу быстрее получить какую-то технологию, и при этом у меня принят секуляризм, значит, мне тоже надо делать специалиста в городе. Да, я согласен, это тоже сложная такая парадигма. Тоже не сразу ее понимаешь, но в процессе игры вы до нее дойдете. Блин, надо мне показать какой-нибудь маленький город, потому что тут все развитое. Так, это Лилибей у меня. Это все я у Карфагена завоевал. Ну, вот, например, Сан-Бартово. Тут еще немного построено всяких зданий. Вот смотрите, у меня здесь приоритет стоит на золото. Сам компьютер автоматом выставил. Так как построено только здание рынок, то он сюда вот еще добавил специалиста. То есть, вы видите, что у меня есть клетки, которые тоже производят золото. Ну, вот, например, продаю на чужого города. Вот эта клетка производит три золота, одну науку, один молоток и одну еду. Специалист же в рынке производит два золота и две науки, и три к рождению великих людей. Так, может быть, мне стоит отключить отсюда специалиста и включить на эту клетку? Тогда я буду получать больше золота. Ну, компьютер на самом деле этого не сделал просто потому, что эта клетка принадлежит другому городу. А так бы, если она принадлежала мне, то, естественно, была бы она включена. Но есть вот такие мелкие вещи, которые компьютер не просчитывает, а вы можете это сделать. Вот, например, в той же стратегии, вот, когда вы построите мастерскую в тех городах, в которых у вас всего три населения, то при увеличении города до четырех, вы вот четвертого жителя назначаете в мастерскую, и тогда он будет вам давать 4,4 производства от одного населения. Потому что мастерская плюс... вот специалист в мастерской плюс 2, а сама мастерская при этом еще плюс 2 и плюс 10%. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, это такая математика. То есть, просто мастерская дает 2 производства, и так как 10%, то 2,2 производства. Но если вы назначаете сюда специалиста из вашего населения, то она уже дает 4,4, потому что у нее накладывается ее 10% дополнения. И вот так, по мелочи, вообще, я, например, тоже не очень увлекаюсь вот такими точными математическими расчетами, но хорошие игроки, очень хорошие, они это четко просекают, и особенно в начальной стадии игры идут по очень точным математическим расчетам. На самом деле, вот эта математика такая точная, она нужна только, я бы сказал, до середины игры, когда у вас маленькие города, дальше-то у вас таким валом попрет там и науки, и золото, и еды, и уже не надо вот так уж прям вот все высчитывать. А вот в начале игры это важно. И так, еще вернемся к рабочим. Что где строить? Вот видите, стратегия, подразумевающая расползание городов, ну, у меня уже города все больше трех, потому что имеет смысл им развиваться, но они все равно у меня все нацелены, у них у всех приоритет на золото. Все мои неважные города идут на золото. Значит, я включаю золото, да, и вижу, какие клетки город начинает обрабатывать. А так как у меня приоритет на золото, значит, видите, он начинает обрабатывать эту клетку, эту, эту, и я здесь быстренько строил торговые посты. И получаю от этого золотишко, так мне надо. Вот увеличится еще, вот видите, мне здесь было бы неплохо построить торговые посты, вот здесь в этом месте тоже. И тогда при увеличении населения город будет обрабатывать еще больше клеток с золотом, и я еще больше буду получать золото. Потому что в данный момент у меня построен здесь рынок, видите, я получаю 11 золота от ландшафта, то есть вот от клеток, которые обрабатывают мои жители, и плюс еще 4 от постройки, потому что рынок дает плюс 25% и плюс 2 золота сам по себе. То есть у меня всего 11, 2 золота дает рынок, плюс 2 еще золота дает банк, и каждый из них по плюс 25%. Это вот то самое влияние города, то есть 25% от рынка, 25% от банка, и это плюс 50%. Итого 11 плюс 4 – это 15, и 50% это 7,5, и всего от города 22,5 золота. Вот так считается, надеюсь, более-менее это понятно. Или вот, например, давайте зайдем опять же в нашу столицу, которая будет офигенно получать золото. Правда, сейчас идет приоритет на... Я поставил на ногу, давайте на золото поставлю приоритет. 89,44. 22 от ландшафта, то есть вот на всех клетках, которые мои жители обрабатывают, они... Ёлки, переключился, извините. Они обрабатывают 22 монетки с золотом. Дальше 13 от построек, это построен банк, биржа, рынок и 8 от специалистов. То есть, видите, еще вот в банке 2, биржа 4, 6 и рынок 8. Вот 8 от специалистов. И вся эта базовая 43 золота умножается на коэффициент города. Влияние города 83% и влияние города на столицу 25%. И еще раз, значит, 22 золота на клетках. 13 золота, это в постройках наших, там в рынке, в банке, в бирже и так далее. 8 золота от специалистов. 83% от построек, опять же, увеличение. И 25% это общественный институт такой, полиси. То есть, тоже 25% золота в столице увеличивается. Влияние город... Влияние столицы на столицу. Ой, сомневаюсь я так, что по-английски написано. Вообще, меня очень раздражает, конечно, российский перевод на русском языке и шрифт и так далее. Я, пожалуй, в следующей стратегии буду уж извернить и вернусь к английскому варианту цивилизации. Все ресурсы роскоши обязательно дают какое-то золото. Ну, кроме того, что еще счастье добавляют. И вот так, балансируя между всеми этими потребностями вашей нации, потребностями в развитии вашего города, в быстром строительстве, в науке, в количестве золота, вот так вы развиваете вашу нацию. И вот это микроменеджмент в развитии города – это тоже очень интересная часть цивилизации. Надеюсь, хочется верить, что я сейчас смог вам более-менее внятно это объяснить. Тем не менее, конечно, задавайте вопросы в комментариях. Но на самом деле, вот до этого надо как-то самому дойти. Надо себя вначале заставить перестать пользоваться автоматизированными рабочими. И тогда вам просто придется думать, что ими делать. И тогда вот вы постепенно придете к пониманию важности всяких построек. Вообще, ну, я могу еще пару советов дать вот по поводу построек. Вот так, например, я люблю строить фермы на холмах рядом с рек. А, вообще, я вам еще про реки не рассказал. Я же вам постоянно говорю в каждых видео, что строите города рядом с реками. Почему реки так важны? Потому что река дает дополнительно прибавку к отдаче. Так, где бы мне без усовершенствования найти? Ну вот, пожалуйста, равнина рядом с рекой. Просто равнина дает яблочко и молоточек. А река дает еще один золото. Поэтому от реки, у города на реке будет всегда много золота. И он всегда будет такой золотой город. Ну и кроме того, река – это прекрасная защитная штука. То есть, если будут нападать на город из-за реки, у них будет штраф к нападению, что тоже неплохо. Поэтому я всегда рекомендую строить города на реке, если есть такая возможность. И, ну так вот, значит, если холм находится на реке, вот в данном случае, например, холм, то я предпочитаю строить на нем ферму. Ну, почему у меня здесь построен торговый пост? Потому что я напоминаю, что это стратегия расползающихся майя, и здесь нам важно золото, а не развитие города. Так вот, если вы развиваете город, тогда я перейду к столице опять, то лучше рядом с рекой на холме строить ферму. Потому что тогда у вас будет такой суперклетка, которая дает и еду, и золото, и молоточки. Вот, например, есть клетки луга, да? Они дают только еду. И если на них еще построить ферму, то это будет клетка только с едой. Да, замечательно, для роста она пойдет, но больше эта клетка не дает ничего. И мне луга, например, не очень нравится. Мне нравится, когда рядом с городом побольше равнин есть, которые и молоточек дают, и еду. Дальше. В лесах, леса рядом с реками я стараюсь не вырубать, а строю в этих лесах лесопилку. Потому что, опять же, там будет и золото, и еда, и производство. А вот остальные леса можно и вырубить. Торговые посты я строю на равнинах, врубаю леса, они рядом с рекой. Ну, вообще, вот то, что я вам сейчас говорю, это, опять же, не стопроцентное руководство к действию. Опять же, напоминаю, исходите из своей стратегии. Более того, вы все эти усовершенствования можете изменять. Вот я тут построил ферму. Это не значит, что я не могу прийти сюда и построить торговый пост. Более того, вот, например, строительство фермы на холмах рядом с рекой может быть не очень выгодно, потому что на холмах обычно появляются новые ресурсы. Вот я там открыл нефть, например. Ну, нефть, правда, на холме вряд ли появится. Вот железо на холме может появиться. Тогда мне придется свою ферму уничтожать и строить шахту, чтобы добраться до железа. Ну, еще, например, я джунгли не вырубаю, потому что джунгли дают 2 очка науки, когда в городе рядом с джунглями построен университет. Очень-очень неплохая прибавка. Я их вырубаю только в том случае, если в джунглях есть какой-то ресурс роскоши, кроме бананов. Бананы не дают такой бонус, который вы получите, не вырубая джунгли. Так что джунгли рекомендую оставлять. Ну, на этом, пожалуй, все. Надеюсь, я смог более-менее подробно рассказать вам о микроменеджменте. Все, что вы не поняли, спрашивайте в комментариях, как всегда. На этом, кажется, все. В следующем видео я уже постараюсь записать новую стратегию. Ну, меня, как всегда, зовут Леша Халецкий. Вы были на канале Леша Играет. Подписывайтесь и удачи вам!